Сейчас украинцы сыплятся обвинения в адрес президента Зеленского о его дилетантизме, о его плутовстве и тотальном непрофессионализме с теперешней случившейся страшной трагедией сбитием Ираном, официальным Ираном Потому что он сначала отвергал это сбитие, то есть сбитие украинского боинга, украинского самолета в Иране Сыплятся обвинения о том, что непрофессионально с иранской стороной следствие по этому поводу проводит украинская сторона официальная то есть Зеленский или его команда, кто ему пишет сценарий или он сам, это уже их дело Он взял ответственность, он должен это нести с собой Вместо этого он понтуется с утра до вечера, понты за понтами Гибнут украинские военные, гибнут украинские цивильные А он понтуется на островах, еще где-то Ну то есть это уже на его совести, к сожалению Хотя выбирали мы эту совесть, чтобы она была более совестливей, неж порошенковская Никакая совесть, за пять лет уже все убедились, что рошеновская совесть это говно полнейшее А тут приходит новая совесть, шутовская, непрофессиональная, дилетантская О каких, о каком совместном следствии, профессиональном или непрофессиональном Иранской стороной, фанатической стороной, может идти речь, когда она вообще отвергает Что это было сбитие с иранской стороны, с самого начала Потом уже когда и видео нашлось, и локализация места И аналитики сказали, что это было видео снято Кто-то вышел, вдруг и снял видео в черную тьму Услышал звуки и вдруг в ту тьму снял Чувак ходит, курит, и там взрыв, ракета попадает Это все видно было всему миру То есть это было заснято Потом, кроме этого, иранская сторона до сих пор не выдала Черные скрыни, ящики для Украины Ну и самое, что ни на есть, которое может быть совместное производство По этому теракту с иранской стороны Там намеренному, ненамеренному Это уже тоже следует с этим разобраться Мне кажется, что и намеренный, и ненамеренный Потому что фанатики, они не понимают таких понятий Там намеренный, ненамеренный То есть о компенсации жертвам погибшим Всем жертвам погибшим этого теракта Должна быть компенсация Об этом сейчас Зеленскому стоит заявлять Как президенту Это его прямая обязанность А он там с иранским, с ираном официальным Собирается там совместно какие-то следствия проводить Все и так ясно Ракетой иранской, ну российской, ракетой с ирана были сбиты Был сбит украинский боинг То есть либо Россия, российская страна Преступная страна в мировом сообществе Путиноидная Продала Ирану То ли устарелые То ли еще какие-либо Вот эти земля, воздух Воздух-земля Ракеты, ПВО Которые не видят Которые эти ракеты Гребаные Не распознают гражданских лайнеров Свой-чужой То что это за ракета Что это за ПВО А это значит, что Ирану В этом случае Возможно было и выгодно Это сбитие Любого гражданского лайнера С максимум жертв С иранской бы стороны Это пофигу Мы видим, что фанатики Преступники Для них люди Это мусор Потому что Трамп начал Операцию по уничтожению Этого бандита Преступника Которого ликвидировано было С линч дронов Потом там начались Оргии Фанатические Над этим Убиенным Бандитом Преступником Террористом Который напал там На американскую базу Планировал теракты То есть Он был мозг Всего этого Он стал Ликвидирован Вместо этого Естественно В Украине Зеленский Выпускает Где-то убийц На свободу Обратно К своим Мозговым Этим центрам ФСБшим Путиноидным Чтобы они и дальше Убивали Детей в той же самой России То они убивали В Украине В теракте 2015 года У дворца спорта В Харькове Были убиты Этими Грязными Подлинскими Паскудными Путиновскими Террористами Дети Вообще Четыре человека Погибло В этом кровавом Тракте Под дворцом спорта Их Отдал Зеленский Во свое ясно Чтобы они Убивали Там Антипутиновскую Оппозицию То есть Уже О профессионализме О морали Уже Не о чем Говорить Тут даже То есть Хихоньки Хахоньки От Довольно-таки Циничной Политики Против Преступного Мира Ту которую Терпел Трамп И Все-таки Дотерпелся Что Реализовал Свои Цели В обороне Демократии Там Кто как хочет Называет эту Демократию Ну по крайней мере он Дал ответку Террористам Которые Поняли что Трамп сейчас Уже Это не ватный Какой-то там Домик Генерал Который Реально может дать Ответку Реальным Террористам И о каком Совместном Следствии С иранской Стороной Сейчас Может идти Речь Официальной Украины От лица Официальной Украины О каком Когда Иран Если не понимает Что гражданские Объекты Лайнеры Сбивать нельзя То тогда Это чистая Вина Ирана Иранской Официальной Стороны Да еще плюс К тому Что это еще Намеренное Сбитие Этого Лайнера Мы уже Видим Третий Такой Принцип Когда Начинается Политика Военной Экспансии А для этого Нужно Прочистить Зачистить Обчистить Поле Политическое Что делает Путин Он убивает 96 Польских Патриотов Под Смоленском Леха Качинского Жену И Других Политических Деятелей Верхушку Блащика Генерала Верхушку Он был тогда Главнокомандующим Штаба Натовских Войск В Афганистане И тому подобное То есть Генералитет Убивается Убивается Президент И поляки Замолкают Потом Перед тем Как Ну Те поляки И Повские Платформа Обывательская Туск Марионетка Копач Очень плохие люди Политические Никакие Дегенераты Чисто политические Которые Под Копирку Следствия Рапорта Надины Мака И тому подобное Российской стороны Писали все Что это следствие Согласовано С польской стороной То есть Маразм Чмошный Гнилой Паскудный Подлинский Маразм То есть Второй Пример С Малазийским Боингом Сбитым Путиновскими Бандитами И террористами На Донбассе Это было что Одни Политологи Говорят Что это было Оттяжка Наступления Когда Чтобы Путин Не наступал Другие Говорят Что это было Оттяжка Ненаступления Чтобы украинские ВСУ Украинские Добробаты Не наступали И Наконец-то Не зачистили Весь этот Хлам Весь этот Террористический Мусор На Донбассе Через Сбитие Гибель Малазийского Боинга Теперь мы Имеем Практически Аналог В Иране Когда Трамп Делает Ответку Этому Террористу Бандиту Он его Зачищает Через Линч Дрон А иранская Сторона Сбивает Мне так кажется Скорее всего Намеренно Сбивает Лайнер Будь какой он там летел Что они Небыто приняли Этот лайнер За самолеты Бомбардировщики Трампа Или Америки В воздействии И они подумали Что да Это вот Типа Они ошиблись Бедолажки Но получается Все наоборот Что они не ошиблись Они наоборот Этим Повязали Невинной кровью Повязали Чтобы Трамп Подумал И Прекратил Испугался Что Такая трагедия Сбиты Столько И канадцы И иранцы И украинцы И шведы И Может все таки Как то Оттянуть Бомбардировку Объектов Военных Иранских Все таки Давайте Все таки Смотрите Какая трагедия Давайте Обдумаем Все таки Фанатики Не фанатики То есть Он замылил Иран Официальный Замылил Этим сбитием Украинского Лайнера Он замылил Эту войну Что сейчас Бы там уже летали И ракеты И там Может израильские Может американские То есть Если Иран Заявляет Что он хочет Уничтожить Суверенное государство То Суверенное государство Дает ему ответку То же самое Американская база То же самое Все Рассчитано На ответку До этого Там Россия маячила В Сирии И тому подобное Там Ответки не сильно шли Потому что А до этого Еще был Обама Вечно боящийся С трясущимися Голоском Который у Медведева Спрашивал Ну что ты там Когда микрофон Был выключен Ну что ты там Ну дашь нам Зеленый свет Мне Ну ему Дашь зеленый свет На второй срок Че не дашь То есть Вот такой президент Понятно что он чернокожий Это классно Но Характер Иметь такой Это не классно Абсолютно И Под Тыском Массонерии Быть тоже Совсем не классно Провадить такую политику То есть Трампа Нужно ругать Постоянно Но Он делает Более Значимые вещи И уже сделал Для той самой Украины Для той самой Польши Для вообще Стабилизации Не бумажного Демократического Вот такого Который Дунь А он Забздит И спрячется Под лавку Мира Демократии Христианской Демократии И тому подобное Он делает эти шаги А Иран Видит Что он Может остаться Распердаленным Попросто И он Вот этой кровью Невинной Украинцев Иранцев И других Граждан Он хочет это Замылить Прикрыть Что ну смотрите Смотрите Вот Сбит Вот Итог Вашей инвазии Войны Ну это Итог Не инвазии Трампа И войны То есть Как бы Не войны А ответки Которая должна быть Как через суд Не только Божий суд А наказывать Нужно Убийц Распоясавшихся И террористов Трамп это сделал А Иран Хочет показать Что вот Это последствия Того Что Трамп Наносит Ответку Но Это Намеренно Намеренно Целенаправленное Сбитие И убийство Этого Лайнера В котором Не было Ни одного Рассоянина Чтобы Оттянуть Что угодно Можно Оттянуть От Ответки Трампа Сказав Что это Чуть ли не вина Трампа Потому что Трамп Начал Ответку А мы Якобы Вот Сбили Но Тогда Или Это Российская Вина Что На этих Ракетах Нет Опознавательно Свой Чужой Или Это Целенамеренное Оттягивание Ответки На Иран Иран То есть Убийство Прикрывание Как Путин Говорит Он Будет Детьми Прикрываться Женщинами И мирными Цивильными Жителями Когда ВСУ Будет Наступать Так Само Иран Сейчас Сделал Как Говорю Путин Он Прикрылся Мирными Кровью Мирных Жителей Чтобы Свой Фанатизм Чтобы Этот Фанатизм Свой Пролонгировать Еще Какое-то Время Так Делали НКВД НКВДшные Партизанские Отряды Когда Они Провоцировали Немцев На Тотальное Уничтожение Деревень Там Где Были Окупанты Так И Провоцирует Иран На себя Ответку Но Подкладывает Под эту Ответку Не себя Не своих Террористов Фанатических Там Вообще Даже Не фанатизм Просто Бандиты Такие же О каком Фанатизме Можно Говорить Бандитизм Возведенный Как и на Донбассе Боевики Сепаратисты В рамку В рамки Вложен В рамки Типа Фанатизма Типа Там Собирателя Земель Русских То есть Чистый Бандитизм Подкладывается Под политические Рамки Типа Собирателя Земли Русских Чтобы На него Там Пактор Бентропа Молота Полякам Чухает Рассказывает А там Вся страна Брется Как это Так же Нельзя Путин Делает Уже С этим Что она В шоке Из Путина Чуть ли не Героя Политика Великого Чистого Криминалиста С подворотни Ленинградской Питерской Так что Я думаю Это Ну Понятная вещь И последняя В этой кровавой Катастрофе Это история С самописцами С черными Ящиками До которых Якобы Нибыто Украинскую сторону Допустили Теперь Самый главный Вопрос Сколько Миллиардов Миллионов Появится У тех Экспертов С украинской Страны Которые Будут Исследовать Это Потому что Уже есть Пример Десятого Года С Туполевым Под Смоленском Польским Там Где Вот эти Стороны Анадина Мака Которые Расследовали Вот так Расследовали Что Были допущены Польские Эксперты Ну вот они Зашли в комнату Им показали Что Лента А там Магнитная лента Что-то С ней стало То есть Те вещи Которые Не нужны Путину Террористу Бандитам Российской Стороны Которые Сбили Потому что За почти 80-100 метров От самого Локализации Падения Туполева Была найдена Часть Каркаса То ли Дверь Вывалилась При взрыве То ли еще Что-то То есть Как может быть В 100 метрах От локализации Падения Нашли Самую Чуть ли не Очень важную Часть Этого каркаса Туполева Естественно Там был взрыв А потом Потом он уже Упал Этот самолет И разбился Дело в том Что Их допустили Но Конкретно Им сказали Вот это Это Промафливали На перске Поиграли И сказали Пошли вон Мы С вашим руководством Все решим Все нормально Руководство позвонили Сказали Что так и так А те Под копирку Сказали А ну раз так и так Так все Мы вам верим С Путиным Туск пообнимался Жуть То есть Чтобы вот такого Не произошло Но зная Что украинцы Это все таки Не поляки Им будет Запропонована Волочесные суммы Кошта Возможно Быть и такое Ко всему Нужно быть украинцам Нормальным украинцам Националистам Быть готовыми Что возможно Такой вариант Что они Иранцы Иранцы Россияне Такие эксперты За иранцев Сотрут Самописца С этой магнитной Ленты Все что не нужно Ирану Плюс еще и Российской стороны И Потому что просто так Когда он Упал Там что-то Там с двигателями Или еще Что-то Падает В скрыне Эти ящики Черные ящики Остаются Ну более-менее целыми А когда Эксплозия Взрыв Да Они могут Повредиться Но Они могут Повредиться Не в тех Местах Которые Не выгодны Иранской Или российской Стороне Так Как произошло С Туполевым Под Смоленском В 2010 Году Все что не нужно Вытерли Это же магнитная Лента Повытирали Все Дали Полякам То есть Не отдали до сих пор Черные скрыни Оригинальные А дали только Копии Того Что уже было То есть Де-факто Предоставили Этим предателям Народу Польского Предателям Этим предателям Нации Польской Платформы Обывательской Которые Тогда Дорвались К власти На трупах 96 Польских Самых лучших Людей Паньства Которые Не побоялись И Полетели В смерть Потому что Тогда уже Это очень выгодно Была Эта смерть Для Путина Потому что Она Замолчала Ту Правдивую Ту Верогидную Токенхэдс Сторон Польши Немаловажную Сторон Польши На карте На мапе Европы Которая начала Говорить о Второй мировой войне О роли Путина В смысле О роли Той О которой Путин говорит О роли КГБ НКВД О роли Сталина О которым Путин говорит А это стало Очень все Невыгодно Путину Потому что Путин Через Счастливые Смайлики Через Свои Скрепы Вот такие Якобы Готовил Вторжение В Украину Счастливые 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 Счастливые